Режим ЧАЭС местного характера и зоопаводков объявили в Кобдинском, Мугалжарском и Тимирском районах Актюбинской области. Количество подтопленных там жилых домов и дворов уточняется. А в самом областном центре, где также был объявлен режим ЧАЭС, от большой воды пострадали жители садоводческих коллективов. Людей доставляют в пункты эвакуации. В целом в регионе эвакуировали больше 800 человек. Марат Аманов вместе с супругой и детьми живет в садоводческом коллективе на окраине города. Накануне из-за повышения уровня воды в реках Каргала и Илег дача начала топить. Семье пришлось экстренно покинуть жилье. Эвакуировали и их соседей. Вода после обеда 2-3 уже начала. Отсюда. Уже там ЧАЭС вызвали всех. Эвакуацию сделали вчера. Жену, детей сразу загрузили в вахтовку, забрали. Ну мы, мужики, остались пока. Уже ночью, домой уже бесполезно было заходить. Жители садоводческих коллективов, чьи дома затопило, разместили в ближайшем пункте эвакуации. Сейчас здесь находятся 90 человек, 40 из них дети. Людей обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Жители дач говорят, что в такой ситуации оказываются не впервые. В течение 7 лет мы требуем, чтобы ЧАЭС объявили. Нам, чтобы помогли как положено. Чтобы мы выехали оттуда, нас выселили в другое место. Чтобы мы каждый год не топили нас. Каждый год мы мебель меняем. Каждый год ремонт делаем. По 2 миллиона, по 3 миллиона. Каждая семья. А вот так сегодня утром выглядела набережная в центре города. Из берегов вышла река Создинка. Несколько улиц оказались под водой. В соцсетях жители делились кадрами с плывущим по дороге автобусом и затопленными машинами. Перелив произошел из-за скопления льда на реке. Последствия устраняли спасатели, полицейские и военные. Вода в речку поступает из Создинского водохранилища, а оно заполнено. Объем Создинского водохранилища 7,5 миллионов кубометров. В настоящее время оно заполнено на 100%. Сейчас главное препятствие для прохождения воды – это лед. Его толщина составляет от 40 до 50 сантиметров. Сейчас с помощью техники очищаем русло. Противопаводковые мероприятия продолжаются и в районах области. Сложная ситуация, по словам сотрудников департамента ПЧС в Кабдинском районе. На помощь спасателям пришли коллеги из Бангостаусской области. По Кабдине 9 человек эвакуировано, уложено 3200 межкатар. 500 тонн минерного материала подвезено. Задействованы силы и средства департамента ПЧС. Это порядка 15 человек, 2 единицы техники, войсковая часть 20-982 МЧС, 30 военнослужащих. Дополнительно 20 человек туда еще направлено. 3 единицы техники, МИУ 50 человек и 15 единицы техники. В регионе создана комиссия, которая определит материальный ущерб. Наталья Салькова, Булат Молдогалиев, Октюбинская область, 24 КИЗ.